За 55 лет многое изменилось в работе троллейбусного управления столицы. Открылись новые маршруты, появились современные модели общественного транспорта. Проще ли стало водить троллейбусы, разбиралась моя коллега Наталья Мальчикова. Без пунктуальности в этой профессии никуда. Утро Александра Дружинина начинается рано. Впервые за руль троллейбуса он сел 28 лет назад. Интерес к этим машинам с детства. Мне, как вчера рассказала мама, что даже на руках, когда увидев троллейбус, я когда-то говорил, что тирея бус, тирея бус, радовался появлению троллейбуса. Но вот так и получилось. Я пришел сюда, отслужив в армии, в 91-м году. 1 апреля мы начали учиться, потом вышли на линию. Здесь нашел свою судьбу, свою супругу. На линии случается всякое. Надо быть всегда готовым к неожиданным ситуациям. Может нарушиться электроснабжение, выбить соединительные провода. А расписание никто не отменял. В первую очередь это ответственность, дисциплина, пунктуальность. Потому что по графику, в принципе, живем поминутно. От пункта А до пункта Б, затем обратно и так по кругу. Уложиться в график, никого не прищемить дверью, найти компромисс в конфликте с пассажиром. И при этом не забыть о безопасности. Работа тяжелая, потому что трафик в городе очень сильно изменился. Плотное движение, народу побольше. Поэтому здесь нужно очень быть внимательным, аккуратным. Тем более в салоне везем людей. Сейчас Александр Дружинин водит новый троллейбус по маршруту номер 10. Он соединяет молодой микрорайон Садовой с центром. Троллейбус он безопаснее и спокойнее. Особенно вот для нас и для детей. Я так думаю, потому что здесь можно и с колясками, с детьми. Потому что у нас молодых мам с детьми очень много. Троллейбусы едут по графику, интервал небольшой. И очень хорошо добираться до работы. Удобный, хорошие люди, хорошие. Он может работать автономно без подсоединения к линии. И удобен для людей с ограниченными возможностями здоровья. При мне заезжал инвалид на коляске. Водитель выходит, он пандус выдвигает, помогает въехать. Потом, значит, естественно, выехать тоже помогает. У экологичного и экономичного электротранспорта открылось второе дыхание. Этому очень рады работники управления и, конечно, горожане. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика. Продолжение следует...